ФСБ проверяет одну из крупнейших коммунальных компаний города Краском. Накануне оперативники изымали документы в главном офисе. Единственный официальный комментарий коммунальщиков звучит по сути так. Это стандартная процедура в отношении всех компаний, которые по конкурсу получают бюджетные деньги. Кстати, это уже вторая проверка за февраль. Так, на прошлой неделе, по информации Краскома, у них был АБЭП. В теории, такой интерес правоохранительных органов может и не повлечь никаких последствий. Но складывается ощущение, что в этом бизнесе есть интересы другого порядка. Так, например, недавно появилась информация о том, что Росгидро намерена купить красноярскую фирму. Фактически монополисты на коммунальном рынке. Пока ни подтверждения, ни опровержения этих намерений москвичи не дали. Но городские депутаты уже высказали опасения, что в этом случае деятельность компании может стать непрозрачной. Добавим, в руководстве Краскома есть представитель городской власти. Раньше совет директоров возглавлял Виталий Бобров. До своего увольнения с должности заместителя главы города. Сейчас интересы Красноярска, возможно, будет представлять депутат горсовета Константин Сенченко. Город меня направил среди директоров, но решение принимает собрание акционеров. Собрание состоится завтра. В 12 часов состоится собрание акционеров Краскома. Именно завтра будет приниматься решение, кто войдет в своих директоров. У города Красноярска только 11% акций в компании Краскома. Поэтому решающую роль играют частные акционеры. И от их позиций зависит завтрашнее собрание акционеров. Что будет дальше с Краскомом, расскажем в других выпусках новостей на 12 канале.